Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Машину преступника засекли в деле об убийстве семьи из Калачинска. Новые подробности. Первый обязательный. Готовился два года к этому. Школьники написали ЕГЭ по математике. Помогут добрым словом и топором. Я и про болезни даже забываю. Поговорю с ней, она только, баба, ты дыши ровно, живи. Социальные работники готовятся отметить профессиональный праздник. И свидания по-питерски. Омские студенты устроили романтические посиделки на крыше. Влюбленными уже заинтересовались полицейские. Следователям удалось засечь телефон подозреваемого в двойном убийстве. Стали известны новые подробности трагедии в Калачинске. Так, машину преступника видели в Горьковском районе. Об этом сообщили сотрудники заправки. Кроме того, авто предполагаемого убийцы попало и на камеры фиксации дорожных правонарушений. Напомню, накануне при загадочных обстоятельствах исчезла семья из трех человек. Пятидесятилетний мужчина, его сорокалетняя супруга и пятнадцатилетняя дочь. Приоритетной считается версия, что глава семейства убил родных, тела спрятал и подался в бега. Причиной стала ревность. В доме криминалисты обнаружили следы крови и волочения. Вещи оказались разбросаны, разбит горшок с цветами. Отмечу, что семью характеризуют как благополучную. Мужчина работал мастером в крупной ферме, а женщина в местном комитете образования. Ее коллеги и начали бить тревогу, когда та утром не пришла на работу, а старшая дочь на экзамен в школу. Она училась в девятом классе. Двери дома оказались открытыми. Внутри спал младший четырехлетний сын. Он не пострадал, сейчас находится у родственников. Поиски продолжаются. В поисках пропавших членов семьи задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры спасательных поисковых отрядов Доброспас Омск и Лиза Алерт. Масштабные поиски проводились вчера весь день, ночью и сегодня будут продолжены. По факту пропажи людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 части 2 пункта А, убийства двух и более лиц. И сейчас следователи проводят активные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предположительно, глава семейства после расправы над женой и дочерью скрылся на своем автомобиле. Киашума, госномер Т-684 КС 55 регион. Если у вас есть какая-либо информация, просьба позвонить по телефону 79 33 90 или 02. Тысячи омских выпускников сегодня написали ЕГЭ по математике почти 4 часа. Нарешали профильные тесты, на час меньше отвели на выполнение базовых заданий. Два уровня испытаний провели в один день, поскольку с этого года выпускникам можно выбрать только один из экзаменов по математике. Отмечу, для получения аттестата об окончании школы достаточно сдать базовый уровень. Профильные потребуются при поступлении в университет на техническую или инженерную специальность. Эти профессии у будущих студентов пользуются особой популярностью, так что больше половины одиннадцатиклассников решали профильные задания. Настроен на лучшее, но я готовился два года к этому. Посещал уроки, это репетиторы, всякие консультации всегда онлайн. Всегда готовился. Куда дальше планировать? Политехнически. Вообще планирую в Достоевского на исторический. История мой любимый предмет. По поводу математики я в принципе соглашусь, что хорошо, что ее разделили. Базовый уровень действительно полегче. Он действительно соответствует тому, что нужно знать. Базовый уровень. Экзамен сегодня писали не только одиннадцатиклассники, но и выпускники прошлых лет. Ни телефонами, ни какими-либо подсказками воспользоваться было невозможно. В распоряжении экзаменуемых были только ручка, карандаш, линейка и собственные знания. Результаты огласят через две недели. 11 июня тем, кто писал базовый уровень, 12 числа баллы по профилю. Прошиточный минимум в Омске увеличился на 8% или 740 рублей. Об этом говорили на заседании областного правительства. Теперь для трудоспособного населения прошиточный минимум составляет чуть больше 10 тысяч рублей. Вообще главной темой заседания стала реализация государственных программ. На результатах своей работы за год сегодня отчитались глава Минкульта, министр здравоохранения. Глава Минтруда Владимир Куприянов, в частности, рассказал еще о том, что на 10% сократилось число несчастных случаев на производстве. Кроме того, в прошлом году устроили на работу 1500 мячей с особенностями здоровья. Сам предобластного правительства Валерий Бойко еще раз напомнил, главное не просто потратить выделяемые средства, но и достичь целей, которые прописаны как в госпрограммах, так и национальных проектах. А Министерство труда и соцразвития дал необычное поручение провести мастер-класс для коллег. Есть целевые индикаторы, как по госпрограмме, так и по нацпроектам. Вот показатель вашей работы. Поэтому, Владимир Владимирович, еще раз всем огромное спасибо всему коллективу министерства, всем ведомствам, с которыми вы взаимодействуете. И одно пожелание. Коллеги, не обижайтесь, провести мастер-класс для членов правительства, кто отвечает за государю программы. Каким образом министерство за раскрепление проходит по программам, по подпрограммам, по показателям и так далее, и так далее. Каким образом осуществляется контроль? Мэр Омска Оксана Фадина попросила главу Ленинского округа покопаться в мусоре. Сегодня городоначальница проехала по нескольким улицам с инспекцией. Рядом со сквером Юбилей на комиссии обнаружила стихийную свалку. Чтобы выяснить, как давно отходы находятся на обочине, Дмитрию Зеркову пришлось изучить содержимое черных мешков. Скорее всего, пакеты оставлены недавно после уборки территории. Но это точно не остатки апрельского субботника, заверили специалисты. Когда город был очищен полностью, в любом случае Оксана Фадина потребовала срочно навести порядок. Вы согласны, что этому мусору не один день? Не один день, да. Значит, в протокол скажите, пожалуйста, кто закреплен у вас из ДЭО за непосредственно этой территорией? Кто нарушил ежедневный контроль, если таковой есть? И какие, соответственно, дисциплинарные вы будете делать выводы? Вот это все мне подробно, пожалуйста, представьте. Осмотрела Оксана Фадина и привокзальную площадь. Территорию ждет масштабное благоустройство в рамках подготовки к 16-му форуму приграничного сотрудничества России-Казахстана. К автобусной остановке будет добавлена троллейбусная, а все незаконные киоски уберут. Исчезнет и парковка для маршруток. Чиновники предложили перенести ее на Бударина к гипермаркету «Триумф» или на стоянку за музыкальным театром. Также речь шла о ремонте фасадов по пути гостевого маршрута в Ленинском округе 46 домов. Договоры на работу уже заключены по 30 многоэтажкам. Градоначальница осмотрела эсквер имени 100-летнего юбилея округа. Ремонт в последний раз здесь проводился 20 лет назад. Ремонтировать этот объект или какой-то другой решат омичины голосования. Если большинство голосов будут в пользу сквера, его включают в программу формирования комфортной городской среды. А следующим летом начнутся работы. В Омске стартовал региональный форум предпринимателей «Свое дело. Твой успех». Он продлится три дня. Все это время в Конгресс-холле будут работать популярные выставки лучших местных производителей. Запланирована обширная деловая программа, например, «Бизнес-штурм». Предприниматели смогут поделиться историей своего бизнеса и обменяться опытом, как решить те или иные задачи. Кроме того, состоятся встречи с известными бизнесменами, топ-менеджерами, инвесторами и экспертами. Одно из таких мероприятий пройдет в формате вечеринки знакомств. У предпринимателей будет возможность пообщаться с каждым из семи менторов в течение 10 минут. И таким образом получить 7 экспертных мнений по своему вопросу. Форум интересен как молодым, так и опытным бизнесменам. «Здесь, в первую очередь, интересно пообщаться, посмотреть, что нового происходит именно среди молодежного предпринимательства. Потому что не секрет, сейчас для зрелого бизнеса тоже нужны новые идеи. А где их не взять, как среди молодежи?» Помогают справляться с делами, заботятся о здоровье и устраивают сеансы душевной терапии. Свой профессиональный праздник готовятся отметить социальные работники. Сегодня в регионе в сфере социальной защиты трудится почти 14 тысяч человек. И чтобы помочь своим подопечным, работники готовы свернуть горы. Порой в ход идет даже топор. Подробности в сюжете Елены Бабковой. Главное в ее работе не рубить с плеча. Тогда по плечу, шутит Надежда Кох, будут любые дела. Чтобы в доме Бабаани было не только чисто, но и тепло, женщина сама рубит дрова. Согревает свою подопечную разговорами. Говорит, порой важнее помочь не делам, а словам. Душевную терапию устраивать чуть ли не каждый день. Приходишь, выслушаешь все это. Объясняешь, что это не такая уж и большая проблема. Поговоришь с человеком, человеку легче становится. Он успокаивается. Не быть равнодушным к этим людям. Вот это наша самая большая обязанность. Какие мы советы можем дать? Мы можем выслушать человека. Можем дать совет, чтобы не впадал в отчаяние. Что все проходит, все плохое пройдет и будет все нормально. Наклеить обои, прополоть грядки, купить продукты. Это еще далеко не полный список дел. С Бабой Аней, говорит Надежда, они дружат уже более пяти лет. Стали друг другу родными людьми. Она дочь. Дочь мне. Я с ней посоветуюсь. Я ей все свое расскажу. Она выслушает, пожалеет, поможет. Я и про болезни даже забываю. Поговорю с ней. Она только, баба, ты дыши ровно. Живи хорошо. И все. Таблетки пьешь, пью. Ну и все. А у бабы уже действительно, может, таблетки не надо пить. Я так уже все вылечилась, а пока она у меня. Такая работа, говорит Надежда, для нее еще и отличное пособие в воспитании собственных детей. Их у нее трое. Именно так на собственном примере считает женщина проще привить заботу и внимание к людям. А потому в гости к бабе Ане в следующий раз Надежда придет вместе с маленькой дочкой. Чем займутся уже обсудили в планах душевные разговоры в прикуску с яблочным пирогом. Елена Бабкова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Омские единороссы подвели итоги праймерис. Предварительные выборы в региональное законсобрание Омский гурсовет прошли в воскресенье. На участие приняли 10 тысяч человек. Один из мандатов стал вакантным после скоропостижной смерти депутата Рината Карымова. Другого мандата лишился Хабулдаша Шубаев. В районах и в Омске работали 30 избирательных участков. Как отмечают партийцы, интерес к праймерис среди Амичей существенно возрос. Явка составила 6,18%, тогда как в 2017-м чуть более 3%. В целом явка растет на предварительном голосовании. Причем как в селе, так и в городе. Был проведен президиум регионального совета. Утверждены победители. Результаты были направлены в Центральный исполнительный комитет партии. Добавлю, что сами выборы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В этот день участники откроются в 45 регионах страны, в том числе и в Омске. Уникальный снимок времен Великой Отечественной войны пополнил коллекцию Амичам. На фото красноармейца групповой портрет. 14 советских солдат коллекционер Сергей Щеглаков получил случайно. Заказал в Германии прибор для пристрелки противотанкового ружья. Внутри него и обнаружилась пожелтевшая карточка. Известно, что снимок 45-го года. На обороте даже отпечатаны данные ателье. Мужчина надеется, что бойцов узнает кто-нибудь из родственников. Кафы свяжутся с ним, чтобы рассказать истории героев. Будут служить на берегу Черного моря. Почти четыре десятка призывников сегодня провожали в Омске в армию. Это первая отправка весеннего призыва. Торжественный митинг провели на плацу с сборного пункта. Играл военный оркестр. Устроили и показательные выступления Росгвардии, ряды которой пополнят 20 парней. Служить они будут в Краснодарском крае. Патрулировать улицы туристических зон, а также охранять порядок на всевозможных сочинских фестивалях, форумах и саммитах. Еще 18 новобранцев поедут в Алтайский край. Этих парней ждет служба в пехоте. У меня и бабушка. Она сама служила и работала в медсанчасти. Дедушка, дядя, многие родственники. Но не буду оставаться по контракту, потому что в дальнейшем я буду стремиться получить образование военное в случае, если мне это понравится. Я по образованию экономист. Закончил Омский государственный университет. Два года проработал и решил, что чтобы в дальнейшем продвигаться, нужно сходить в армию. Нужно попробовать сначала, что из себя представляет срочная служба. Если мне это все понравится, если я это для себя приму, если это мое, то на самом деле да, буду рассматривать контрактную службу. Если нет, то вернусь на гражданскую службу. То есть, возможно, буду устраиваться в органы самоуправления. В целом, до 15 июля ряды российской армии пополнят 865 мячей. В основном, это парни, имеющие среднее специальное или высшее образование. Сейчас они проходят медицинскую комиссию, явятся на призывной пункт в интересах и мячей. В противном случае у клонистов ждут штрафы до 200 тысяч рублей. Добавлю, что по состоянию здоровья отсрочку получают примерно треть юношей. Самые распространенные диагнозы – плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония и кожные болезни. Остальные на службу идут без ограничений. 15 человек в ближайшее время пополнят президентский полк. Кастинг серьезный, рост от 175 сантиметров, спортивная подготовка, идеальное здоровье. Вообще же, сибирские парни в армии ценятся. Это отмечают военные, приезжающие за новобранцами со всей России. МЧИ отличает хорошая физическая форма и выносливость. Лесхозы закупают новую пожарную технику. Машины поступят во второй половине мая. Всего 31 единица. На это по нацпроекту спецавто из федерального бюджета. Выделено почти 59 миллионов рублей. Ветомство закупит тракторы, блотоходы и полуприцепы. В Знаменский лесхоз уже доставлены два трактора. Муромцевский – сидельный тюгач «Патрал». Свидание по Питерске. Омские студенты устроили романтическую встречу на крыше одного из домов на Любинском проспекте. На камеру их засняли очевидцы. На кадрах видно, как четверо молодых людей, среди которых есть девушка, уселись на фронтон фасада недалеко от Камергерского переулка. Молодые люди громко смеялись и приветствовали прохожих. Вот только о собственной безопасности явно не думали. Роликом уже заинтересовались полиции, с кем они намерены установить личности парней и девушек. Главное – выяснить, каким образом тем пробрались на крышу. Вот какие материалы наши корреспонденты готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Здесь не будет слышен детский смех и звук гор на Омской области. Закрывают несколько загородных лагерей, столовые, жилые корпуса и клубы зарастают мхом. А этот лагерь детей не принимают уже почти 13 лет. Сейчас огромная территория находится в запустении. Идеальная локация для съемок фильма ужасов. Заброшенные здания и не души. Многие базы отдыха – советское наследие. Изношены на 80%. Но уже в следующем году ситуация должна измениться кардинально. В теме разбиралась Танзеля Бахтиярова. В Омске появится школа журналистов и блогеров. А учить их будут звезды Ютуба и Инстаграма. Идея проекта принадлежит Альмире Кормышаковой. Государство выделяет ей полмиллиона рублей на реализацию идеи. На критивном форуме страны Тавриде девушка выиграла грант. И теперь в регионе появятся этножурналисты. Обязательно возьмите с собой юрту. Юрта быстро собирается, очень тепло. И очень круто будет смотреться. И изнутри вы будете самым известным путешественником. В Омске живут морейцы, тувинцы, лезгины, чуваши. Всего полторы сотни народов. Так что рассказывать есть о чем. Смотрите в 19.30. Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА, в прошлом выступавший за «Авангард». Наставник получает такой приз впервые. С 1998 по 2005 годы Никитин был в стане Омского хоккейного клуба, с которым в 2004-м выиграл чемпионат России. Под его руководством армейцы впервые завоевали кубок Гагарина в минувшем сезоне КХЛ. И последнее. Выпускники каких омских вузов чаще других становятся начальниками, выяснили популярный портал по поиску работы. Пятерки лидеров по Сибири ОМГУ. Руководителями становятся чуть больше 5% выпускников. Выше показатели только у новосибирских вузов. Попав в список омский политех, 3,6% студентов впоследствии занимают руководящие должности. Но при этом омичи чаще приезжают в другие города. Аналитики выяснили, что только 53% выпускников классического университета остались жить в Омске. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». О погоде спонсор прогноза и по Сивково МБ. Выставка продажа теплиц в Омске, парковка у Кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Завтра, 30 мая, в регионе Омске перемена облачность, температура воздуха в районах ночью 9 12 градусов, в дневные часы потеплеет до плюс 18. В Омске ночью 12 14, днем плюс 17 19. Ветер северо-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится. Выращивай и ешь из своей теплицы. Выставка продажа теплицы в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. В мае при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова